Ребята, я помогу приехать в Америку. Я знаю, что сейчас для этого нужно делать. Те, кто будут тратить здесь деньги, кто будут покупать там еду и так далее, кто едет с деньгами, а студенты языковых курсов это люди, которые едут с деньгами, все в Америке абсолютно все равны. Да, они хотят посмотреть на китов в Тихуане. Понимаешь, что в принципе визу-то вы уже завалили, как бы, да? Я понимаю. Расслабьтесь вообще, даже не рыпайтесь. Сызрай наш потолок. Именно. Ага, ты из России, страна агрессор. Ну-ка, доставай балалайку и мы сейчас с тобой побринчим тут, так сказать, за жизнь, да за политику. Бывает такое? Выдача, статистика выдачи виз пошла вот прям вот так вот вверх. И таким образом, друзья, ситуация на рынке труда в Нью-Йорке, она не самая, скажем так, сейчас благоприятная для нью-камеров, для вновь прибывших. Хотя, как я уже говорил в этом видео, есть как и плюсы, так и минусы, да, того, что сейчас происходит. И в принципе... Да, б***ь, тот приперся, как всегда. Здорово, как дела? Забежал к тебе, сейчас уезжаю в Калифорнию, поэтому решил к тебе заскочить на пару... Давай, 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 проходи, проходи, проходи. Я видос, как всегда, записываю, но сегодня, блин, вообще не тот день, походу. Так, ребят, сегодня вообще очень интересный, насыщенный день абсолютно. Гости, блин, адвокат. Я тут сегодня со всеми как-то связываюсь, что-то делаю, пытаюсь записать видео про работу, но, походу, дело не сегодня, как говорится. Not today. Not today. Да, то есть придется записывать это в другой день. Классный гость, сейчас поставим немножко спонтанненько все это дело проведем, поставлю свет и снимем для вас тогда совершенно другое интересное видео. Слушай, как вовремя я к тебе зашел, знаешь, когда контент находит все время блогеров, само по себе просто оно так получается. Буквально недавно разговаривал с одним тоже блогером здесь в Нью-Йорке, он мне, ну, талантище, конечно, человек. Мне вообще далеко до него, он разговаривал, говорил о том, что как он делает контент из всего, абсолютно из всего. Просто я бы даже сказал, он делает его из ничего. Да вот что самое интересное. И действительно, ну, это классная возможность, блин, вообще. Это не то, что возможность, это скилл. Знаешь, когда ты там качалку ходишь, там пацаны банки качают. И тут то же самое, ты просто удачно, например, заходишь в гости, да, там попрощаться, а в итоге оказывается, что мотор, камеру там записываем. Да, да, да. Ну, я на самом деле сегодня у меня выходной, я полдня провел в записи разных видеороликов, старался сделать какой-то контент. Но сегодня вообще особенный день, там, у меня была в итоге двухчасовая консультация с моим адвокатом, она там информировала, как идет наш кейс там по ПУ, там, что там с нашими формами и прочее, прочее. Вот, в общем, идет, все идет, все огонь, все супер, все вообще отлично. И в итоге вот, как бы, видео уже все, я уже там на последнем дыхании, я поэтому там матерился, потому что я уже только сяду, только начну говорить, там какие-то две из вылены сойдутся и там просто что-то происходит, раз, звонок, раз, еще что-то. Слушай, ну, ты не особо, как бы, так сильно прямо материшься, чтобы ты говоришь, ты матерился. Да, 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 я матерился, когда шел открывать дверь, как бы. Понятно. Вот, это очень непривычно. А по поводу документов, я аж уже, как бы, чуть больше года. Да. И знаешь, вот я сейчас реально понимаю, даже вот, там, планируя переезд уже в другой штат, я понимаю реально, что документы, это прям невероятно важная вещь. Хотя кажется, когда ты приезжаешь, знаешь, там, ребята рассказывают, ай, че там, я там на мувинг пошел, и мне нормально, а там, когда еще звучит, знаешь, там, 15 в час. Это круто, это реально круто, но когда ты дальше потихонечку начинаешь двигаться, понимаешь, что хочется где-то, че-то большего, хочется какую-то следующую ступень делать, и вот тут ты начинаешь, когда в этот потолок упираться, что типа, а покажи SSN, покажи, там, work authorization. И ты такой, ну, придется что-то думать, там, и хорошо есть возможность открывать нам бизнесы, компании, и слава Америке, что предусмотрены для иммигрантов, ну, страна иммигрантов, предусмотрены для иммигрантов такие возможности, это потрясающе, мне кажется. Ну, как и многое другое, о чем мы неоднократно с тобой говорили, и в чем мы сходимся, собственно, во мнении. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Друзья, такой вот у нас сегодня непредвиденный ролик, интересный гость, Павел, мой сосед, мой товарищ по духу и всему остальному, он переезжает сейчас в Калифорнию, бежит, так сказать, из загнивающего Нью-Йорка в загнивающую. Нет, 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 Нью-Йорк это потрясающее место для старта, особенно это потрясающее просто место. Ну, я думаю, ты опять же, ты сам это все видишь, поэтому загнивающий не сюда, это где-то что-то другое. Я понял, да, да. Сколько ты прожил в Нью-Йорке по итогу? Год и 4 месяца где-то, 4-5 месяцев, да. И сейчас ты решил, что все, Калифорния, солнышко? Да, не только солнышко. Я просто вот в прошлом году мы съездили с женой в первый раз в Калифорнию, там у нас друзья, там мы провели классное время, но я вообще не понял, что там происходит, вот эта движуха, я ее реально не понял. И все как-то, мы провели классное время, вернулись обратно. Прошел год, мы вот ездили на 2 недели, вернулись тоже обратно, и ты знаешь, я когда пообщался там с людьми, когда у людей вот этот какой-то движ другой, когда люди там никуда не торопятся, но при этом там такие деньги делают, там такие люди проекты придумывают, там какое-то вот другое у людей мышление, я честно, я до сих пор так и не понял. Там другая Америка. Другая Америка, однозначно. И я до сих пор не понял этого еще. Но я понял, что, пожалуй, пора. Хотя у меня документов еще нету, я еще не получил, то есть у меня есть одобрение по моему кейсу, но я еще не получил документов, я еще студент, я продолжаю учиться, мне еще... Вот, подожди, сейчас вот на этом мы остановимся, вообще сейчас я еще, наверное, камеру даже немножко переставлю, прямо в глазу. Окей, смотри, мой статус, да, это я проситель политического убежища в Соединенных Штатах Америки. Люди, которые смотрят этот канал, это люди, которые по тем или иным причинам, либо уже приехали, либо в скором времени будут вынуждены приехать, это люди, которые едут отдыхать в Мексику, потому что чувствуют, что Карибское море и все остальное, северное подрывы, да, они хотят посмотреть на китов в Тихуане и прочее, прочее. И вот, 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 как бы это те люди, ты, ты говоришь, я выиграл свой кейс, да, или как-то так ты сейчас сказал? Получил, получил, да. Что у тебя за кейс вообще и что, расскажи вот нашим зрителям сейчас, почему, потому что, ну, если коротко и забежать вперед, то Павел это языковые курсы в США. Вот так я вам скажу. А теперь слово тебе. На самом деле, путь этот начался, это, знаешь, не история про то, что, там, приехал, что бы делать, чем бы заниматься. Ага, давай там нашим ребятам буду помогать приезжать. Это вообще история не про это. История у меня начинается с ковидного 21 года, когда вот это вот прям жесть, когда никуда ты не можешь выехать, все границы абсолютно закрыты, все вокруг кричат о том, что какая Америка, расслабьтесь вообще, даже не рыпайтесь. Слезрой наш потолок. Именно, ну, у меня Беларусь, там, это Витебская область, там, какая-нибудь, знаешь, это вот прям туда надо стремиться, вот там вот там будет прям успех твой. И это все, оно как-то, знаешь, вот прям давило-давило-давило, но я думаю, ну, не может быть, ну, не может быть, чтобы не было никакой возможности. И в этот момент я натыкаюсь на рекламу одного чувака, он говорит, ребята, я помогу приехать в Америку, я знаю, что сейчас для этого нужно делать. Мы, значит, там, я... А это вообще, вот, знаешь, реклама, типа, там, мне там друг товарища порекомендовал какое-то, и я вот его тут, значит, у себя в сторис отмечаю. Окей, ладно. В момент, когда я писал этому парню, я понимал, что, ну, я не хочу здесь быть. Я реально не хочу просто здесь быть. Я хочу посмотреть, что есть за пределами Беларуси. И на тот момент у меня был небольшой такой опыт путешествий по, там, Европе. И в тот момент я понимаю, я не хочу. Я пишу этому парню, он говорит, слушай, вообще проблем никаких нет, языковые курсы, тема классная, визу можно получить, там, и так далее. Давай, мы будем начинать работать. Приедешь, будешь учиться, будешь улучшать свой английский язык. Английский язык у меня на тот момент был примерно, там, что такое do? Куда его там ставить? Как вопрос задать? То есть, в таком формате, знаешь? I am. Да, я понимаю, мне нужно улучшить английский язык. Однозначно в этом есть необходимость. Он мне сто процентов пригодится. Безусловно. Однозначно. Все говорят по-английски. Да, два-три дня на подумать, там, проконсультироваться с женой. В тот момент была очень большая проблема с финансами. Я там продал свою компанию в Беларуси, потом хотел запустить проект. В итоге, там, из-за того, что у нас все правительство под себя подмяло, никаких там лицензий не получишь. В итоге деньги улетели. И вот реально последние просто деньги я понимаю, что все равно готов заплатить какому-то чуваку по какой-то там рекламе в интернете. Я перевожу эти деньги этому чуваку, и мы начинаем работать. Слава богу, я, честно говоря, даже ждал слушать тебя, и он пропадает. Нет, нет, нет. Но дальше было веселей. Я, значит, мы начинаем там с ним потихонечку работать. Он связывает там со своим каким-то менеджером. Мы начинаем с этим менеджером разговаривать. И у нас была назначена первая встреча с этим менеджером, чтобы прорабатывать кейс. Мы, значит, созваниваемся с этим менеджером, и с первой встречи я начинаю давать вводные. Говорю, вот смотрите, такая ситуация. Я работаю там-то, я там это. Хочу очень учить английский язык. Вот у меня документы из школы готовятся. А на то время почему-то у этого человека документы готовились месяца, наверное, два с половиной. То есть пришлось очень долго ждать. Я еще не, я не понимал в целом, как бы, до конца во что я еще вписываюсь. И, значит, все, мы там разговариваем. И тут мне начинают какие-то варианты накидывать. Знаешь, типа, там, а вы по поводу работы, что, как? Вы там в Америке, может, там работать? А может быть это? А может быть то? Я говорю, окей, там, знаете, это все то, что может быть, это хорошо. Да, но мне не важно то, что может быть. Мне надо получить визу студенческую. Мне надо ехать учиться. И когда тема начинала заходить про кейс, я не слышал вообще никакой конкретики. То есть мне там начинали какие-то абстрактные формулировки говорить. Мол, типа, если вас там спросят об этом, ну, хотите, можете так ответить. А хотите, можете так. И вообще никакой привязки к той ситуации, в которой я нахожусь. Вообще никакой. И мы провели первую встречу. Там проходит буквально, наверное, одна-две недели. У нас назначена была проверка ADS-160 формы. Это форма, которую в консульство отправляешь, когда будешь подаваться. И, значит, мне, я заполняю там какую-то анкету. Мне сбрасывают эту форму. И я читаю, такой, смотрю, а там, знаешь, там одна какая-то ошибочка, вторая какая-то ошибочка, третья ошибочка. И когда в номере паспорта моего тоже ошибочка. Ну, то есть ты понимаешь, что, в принципе, визу-то вы уже завалили, как бы, да? Реально, я понимаю все. И я говорю, ребят, как так? What the fuck is this? Вы же, говорю, не отправили эту анкету, правда? Да, они говорят, неправда, мы уже отправили ваши анкеты в посольство. И я понимаю, ну все. То есть реально, как бы, дело дрянь мое. И я понимаю, что, по сути, вот после первой встречи, у меня нету никакого кейса. У меня нету никакого абсолютно понимания того, все-таки, что мне нужно отвечать, какие будут вопросы. Хотя бы, да, просто понимать, что будут спрашивать. Да, да, то есть какие-то есть общие формулировки, но нету вообще никакой конкретики. И, мало того, отправленная с ошибками ДС-160. И я просто в моменте сижу и понимаю, что нет, так дело не пойдет. Можно забить на это, а можно все-таки что-то попробовать сделать. Я начал что-то пробовать делать. В итоге мои попытки превратились в то, что все из... Ты сам начал что-то делать, ты сказал ребятам, все, давай, до свидания. Да, я сказал, ребят, спасибо, через вот эти, там, два, два с половиной месяца вышла форма I-20 из школы. Я сказал, спасибо, ребята, очень признателен. Но это я уже, как бы, говорил, когда выпущены были документы. В тот момент просто ребята развели руками, сказали, ну, давай. И я такой, понял, надо либо, там, бомбить все-таки, либо, там, сдаваться и, там, ну, как оно будет, так и будет. В итоге я решил начинать бомбить. Результатом этой бомбежки стало то, что я все источники, вот все просто каналы, даже индусские, находил, где люди проходили интервью. Кто-то записывал видео какие-то, кто-то давал просто, ну, описывал свои, там, кейсы, свои ситуации. И я просто по крупицам начал со своим английским do, индусские вот эти опыт переводить. То есть я начал улучшать свой английский до приезда в Соединенные Штаты. Именно, именно. И, значит, я это все прохожу, я к этому всему готовлюсь к интервью таким образом. И у меня 3 февраля в Киеве, тогда еще Киев был цел, с ним было все хорошо, это 21 год. И 3 февраля 21 года у меня интервью. Так. Значит, я собираю, уже я знаю все, что нужно мне делать, я знаю, как мне нужно делать. Я, значит, собираю весь этот пакет документов, все подготавливаю полностью. Еду в этот мотель, там у нас было несколько человек, кто тоже подавался. И 3 февраля у меня интервью, а 2 февраля там у человека, с которым мы тоже в группе просто собрались, 2 февраля у человека было интервью, он первый заходит. А в тот момент, почему вот я говорил, что ты не получишь ничего, ковид. И вообще ни одно посольство не работает, вообще нигде податься нельзя. А в Киеве со 2 февраля 21 года начали проводить интервью после ковида. То есть они все время отменяли интервью, отменяли, отменяли, отменяли. И так по всему миру. И тут вот 2 февраля заходит первый человек, ему дают отказ. И мы все такие, что делать? Как прошло интервью? Чувака там просто растерзали этими вопросами. Значит, ну там он рассказал, как что было, там как все проходило. И на следующий день, 3 числа, иду я. Значит, момент интервью, я там стою перед этим посольством. Мандраж, потому что, во-первых, помимо того, что это результат, мне важен. Во-вторых, осознание того, что все-таки у меня был в 2019 году и у жены отказ на туристическую визу. Ага, вы подавались на туризм. Да, да. И в тот момент у меня происходит осознание того, что, камон, я вообще ничего не знаю, что делать, надо собраться. Фу, выдохнул, фу, дам это, вдохнул. И начинается вот это вот, знаешь, это. Ага. И я просто понимаю, что я такой, при этом, до улицы стою. Да, да, я такой, о-о-о-о, и все. И у меня в голове вот это начинается каша, начинается просто мешанина. Плюс, такой тоже, как бы, моментик, что у жены в Америке есть родственники. И вы об этом упомянули? Конечно, об этом нельзя не упомянуть, потому что мы, как бы, знали об этом в 2019 году. Ну, естественно, что мы знаем, что в этом году еще так же есть родственники. Они никуда не делись, да. Не именировали Беларусь обратно. Да, да. Много лет, как говорится, они там не сидели, не думали, как бы и что. И поэтому вот эта вот вся совокупность, она всплыла у меня перед интервью. Что вот я ребятам сейчас говорю? Ребят, забудьте, вообще забывайте про все плохое, негативное, что может быть, просто забудьте про это. И, значит, я вот с этими мыслями захожу вовнутрь. Руки вот прям не тряслись, уже прям настолько не было, но было прям очень волнительно. Я, значит, захожу, там этот досмотр, первое это окошко, отпечатки пальцев, все как положено. И была небольшая очередь к самому офицеру на интервью. Я, значит, подхожу, там окно такое большое было, очень большое окно. Я, знаешь, в моменте просто подхожу, и внутри вот это все мандраж, мандраж, мандраж. Я помню это, и все. Просто вот как пустота. Будет на английском интервью с моим, ну, пускай будет. Айду, я делал все, что мог, все, что мог, понимаешь. Если вдруг там будет на русском языке, ну, во все прекрасно. О, в совершенстве владею на шалике там. С Беларуси же все так говорят, да? Да, мы тут все так говорим. Да, да. И в общем я подхожу к офицеру, и он на русском языке начинает со мной говорить. Меня там долго очень мурыжили, интервью проходит успешно. Он говорит, ваша виза окей, я вам ее выдаю, никаких вопросов нет. И он такой был доброжелательный этот офицер, как будто бы он что-то вот прям знал, понимаешь. Мы так с ним беседовали задушевно. И там мы проговорили и про его прошлое, и про то, как он в Беларуси служил там. И про вот эти все вещи. Мы, в общем, про все это проговорили с ним. И он такой, ну, давай, успехов тебе в Америке. И я, да, я такой, значит, счастливый там, все, выхожу. Никто об этом у меня вообще, кроме жены, никто об этом не знал. Я выхожу, радость у меня просто распирает. Я прямо сейчас, понимаешь, у меня вот это чувство. Радость меня распирает, я там всем давай быстрее звонить. Как говорится, радостью было там мгновение. А потом следующий происходит шаг в голове и осознание. У меня же жена. Понимаешь? И надо же что-то делать. Я же не буду оставлять ее здесь. Надо предпринимать какие-то меры. Во-первых, если учить английский язык, то надо делать это вместе. Нет, само собой. Но в нашем конкретно случае я понимал, что английский у нее намного лучше. И, возможно, у нее нет необходимости в изучении. Но она может со мной поехать, как бы, зачем мне одному ехать? Какая, да, как бы, у меня же жена есть. Я женился, это же не просто девушка какая-то, понимаешь? И поэтому я понимаю, что нужно что-то делать. А вводные, дорогой зритель, мог уже понять. Это родственники в Америке, это отказ. А родственники-то это же ее все-таки в первую очередь. Это отказ в девятнадцатом году. Но хорошо, виза получена моя. И я понимаю, что, ага, нужно дальше будет предпринимать какие-то шаги. Взвесив все за и против, уже взяв опыт, который у меня был по интервью других ребят, потому что волей-неволей. И из Индии, ребята из Индии. Именно, и это время тоже, это очень большой такой весомый их вклад был, за что им огромное спасибо. Я понял, что времени у нас вообще в обрез. И что нужно готовиться как можно скорее, пока я не уехал в Америку. Потому что если я уеду в Америку, то там уже аргументацию выстроить, почему я уже учусь там и отучился какой-то промежуток времени, а моя супруга только сейчас подается, это Unreal. И, в общем, мы принимаем решение, нужно готовить ей кейс. Нужно, я уже, уже я готовлю ей кейс. И вот оттуда пошло вот этот вот большой первый шаг, как нужно работать, то есть как нужно что делать. Потому что, знаешь, это вот как из боли выросло, выросло вот это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Это как раз-таки некачественная услуга абсолютно, понимание того, что нужно улучшать, как нужно улучшать. Ты побывал в шкуре просто клиента, по которому проехались со всех сторон. Именно, именно, за бешеные деньги причем. Вот, и значит, я начинаю готовить супругу к интервью, мы начинаем уже сами заполнять все документы, все это делать. Значит, у нее подача также в Киеве, потому что в Беларуси посольство на тот момент не работало. Она едет, подается, и все классно проходит. Но офицер говорит, знаете, вот у вас в 1999 году был создан кейс иммиграционный вашей семьи. Вы знаете что-то об этом? Жена говорит, ну, у меня там родители, да, планировали переехать, но никто не переехал. Мы остались в Беларуси. Он говорит, ага. Ну, и там по этой теме начали тоже разгонять. Опять же, я об этом рассказывал. Это развод с его стороны или реально он увидел? Это реально? Он увидел. Да, да. И, ну, жена все рассказала, как бы, как есть. Он говорит, хорошо, но я готов вам дать визу, но у вас был кейс в этом 90-ом каком-то году на бумаге, создан в России, в Москве. И чтобы нам там что-то сделать с вашим кейсом, чтобы вы могли получить визу сопровождения, нам нужно, чтобы вы подождали буквально 3-5 дней в Киеве, и виза будет ваша. Так. Мне жена звонит, счастье, радость там, и тебе просто опять непередаваемо. Я чувствую, сейчас будет что-то из миссии невыполнимо, да, да. И, значит, мы счастливые, довольные, садимся ожидать вот эти 3-5 дней всего лишь. 3-5 дней в Киеве, это замечательно, туризм. Да, 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 жена, она прошла Киев вдоль и поперек, и вокруг, потому что не 3-5 дней она не пождала, и не 2 недели, а полтора месяца. Понятно, бюрократия. Нет, ковид, все тогда еще закрывали полностью. Просто никто ничего не хотел. Да, да, и у нас началась вот эта писанина каждую неделю, некоторые недели, 2 раза в неделю. Почему? Потому что сроки-то поджимают, я уже уезжаю, а у нее визы еще нету. И мы, значит, вот так, давай, 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 писали, 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 она в Киеве сидит, Киев на локдаун вообще тогда закрыли, там же начали вот эти вот новые волны. Я, по-моему, летал как раз тогда в Киев, вот где-то вот в эти сроки, я бывал в Киеве, там все было закрыто. Нас водили в подпольный ресторан, я был с делегацией бизнесменов, которых надо было куда-то везти, и ничего там просто не работало. И нас там местные бизнесмены водили в кафе, где можно было покушать, там постучать в дверь, там три раза так, два раза так. Крикнуть слово какой-нибудь фразу, да, 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 и раз там открывалось, верите, господа, покушали. Добро пожаловать. Да, 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 а так все, там было жестко. И вот она как раз зависает в то время в гостинице, у нее там только эта еда, это там доставка, выйти куда-то на улицу там почти никто не ходит. Но она все равно, она вырывалась, я говорю, вот гуляла, ходила, и в итоге полтора месяца вот этой вот нервотрепки. И тут получается наступает день Х, это уже конец апреля, число, наверное, 10-е где-то апреля, и я понимаю, что, ну все, время уже поджимает. Ты полетел. И жена, жена пишет в посольство, ребята, отдавайте паспорт, я, если нужно, вернусь обратно, но дайте мне паспорт, хочу слетать в Беларусь, хочу бы там с мужем увидеться. И они говорят, если подождете два дня, мы вам вклеим визу, и сможете с визой ехать. Она, естественно, ждет эти два дня, прилетает в Беларусь, мы буквально там пару дней вместе с ней проводим. Дорогой зритель, не обессудь, если по датам там где-то немножко не стыкуюсь. И все, мы с ней три дня вместе проводим, обнимаемся, и я улетаю в Америку. А она остается там закрывать, решать свои, как говорится, вопросы, решать свои дела. И вот таким вот образом у меня начался путь в Америке, я начал учиться, я начал улучшать английский язык. И, как я уже сказал, всю вот эту историю полтора года, что я здесь нахожусь в Нью-Йорке, в этом замечательном городе, можно там отследить, где-то посмотреть, у меня на канале там все эта информация. Ссылочка вот, да, вот прямо здесь, кстати. Спасибо. Да, она уже появилась на этом монтаже, да. И я это, да, я этим всем поделился, я это все рассказывал, и поэтому, да, это можно, если что, будет посмотреть. Потом, да, приехала через полтора буквально месяца супруга, и мы поняли, что мы хотим продолжать здесь учиться, что здесь действительно есть возможности, я посмотрел, что представляет из себя Америка, и дальше пошли вот уже эти мысли, ага, это документы, это нужно там дальше как-то двигаться, это нужно что-то предпринимать, и, опять же, очень вкратце, я получаю визу EB1A, это там нервотрепка просто бешеная, и поэтому там это выгорание, это вот это все, все проходят этот эмигрантский путь здесь. Здесь, опять же, ребят, если вдруг, общаясь сейчас с большим количеством людей из СНГ, если вдруг вы думаете, мало ли кто-то из вас есть, кто так думает, что здесь вы приедете, здесь вам будут все рады, здесь вам будут открываться любые двери, здесь вам дадут чемодан денег, абсолютно не так. Здесь вы можете достичь многого, но это зона персональной ответственности каждого, реально. Если вы будете забивать на что-то, если вы будете как-то неосторожно поступать в Америке, это аукнется вам самым худшим образом, но если вы будете делать все красиво, все будет очень классно и очень красиво складываться. И я получаю одобрение, я счастлив очень сильно, документов я еще не увидел, потому что, опять же, это еще вот эти последствия все после ковидного времени с очередями, да, а плюс еще тоже там ЮСС заявляют о том, что ребята, значит, политика, это все у нас понятно, мы держим под контролем, но наши приоритеты после заявления вот этого, этого, после заявления Байдена, вот этого вот Байдена вашего, извините. Именно, именно, который дает нам эти все, вот эти блага, вот эти. Да, или методички, кто-то, да, ну, да. И поэтому Байден, когда сказал о том, что мы гонимся за квалифицированными кадрами, нам нужны сейчас ребята, кто будет там поднимать, скажем так, целину, но это не отсылка, знаешь, к тому, что типа, о, я там вот такой, а вы там, все в Америке абсолютно все равны, все мы стартуем абсолютно, вот прям с нуля, с нуля. Буквально недавно рассказывал об этом в одной передаче, сейчас хочу просто повторить, из садика забирал, забирал сына, поскольку YouTube канал такой достаточно популярный уже, люди узнают, и один из родителей меня узнал, вот я тебя видел на YouTube несколько месяцев назад, бла-бла-бла, мы так неплохо поболтали, и он говорит, ты знаешь, ты на своем YouTube канале уловил главную мысль Америки, здесь все начинают с минуса, здесь все равны, и все начинают с минуса всегда, и потом растут, 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 так сказать, по делам их, и вот это действительно так, да. А можно, если задержаться еще на этой работе, то вот так вот потом и ходить в минусе, знаешь, все время, это как там у меня, там тоже парняга, этот Миша, его, оказывается, знают здесь ребята, который там приехал, там 20-25 лет назад, уже паспорт получил, все у него классно, а он 25 лет, хелпер, пакует классно, собирает классно, но хелпер, да, ему вообще, ему по кайфу, и ради бога, как бы у каждого свое, тоже свое видение, ради бога, это, как говорится, у каждого тут свой путь. Да. И сейчас я жду свои документы, я очень сильно надеюсь на то, что они в самом скором времени будут выпущены, и я надеюсь, что UACIS, согласно вот этих виденья, там, администрации президента, они начнут быстро все-таки выдавать документы, и все невероятно быстрым образом сложится. Слушай, ну дай бог прям, да, вот пусть все так и будет, но это круто, это вот история такая короткая, но это история успеха вообще. Да? То есть, действительно, вот, вот, все мы знаем, что с историями успеха, я считаю просто реально, те ребята, кто приезжает, неважно абсолютно, каким путем и как это происходит, те, кто сюда приезжают, ну, ты сам, я думаю, все прекрасно понимаешь, что те люди, кто делятся, они говорят, почему я это там не сделал раньше? Есть, понятное дело, ребята, которые, знаешь, там, я покупаю уже дом в себя, там, в Рязани, и уезжают туда, да, но я, это вообще, это люди какие-то для меня, это какие-то лунтики, которые, китайцы, знаешь, которые там в своем каком-то мире, тут в Чайна Тауне тусуются, это вот примерно тот же уровень, я не понимаю этих людей совершенно, ну, это у каждого свой путь. У каждого свой, да. Все мы, все мы абсолютно молодцы, как бы мы ни добирались, там, мне, как бы мы ни приезжали. Я думаю, это и так понятно, да, то есть Павел занимается тем, что сейчас он помогает другим людям, которые, которые находятся у себя в странах, другим людям попасть на языковые курсы, на учебу в Америке, начать улучшать свой английский язык, и вот в этом ключе хотел поинтересоваться, да, вот после последних всех вот этих событий, которые… Мобилизации. Да, и так далее. Как много людей загорелось изучением английского языка и всего остального? Вот у меня просто на языке вертится. Помнишь, когда мы с тобой интервью записывали? Ты говорил, когда война началась, много людей решили экстренно просто ехать в Мексику и отдыхать, да, отдыхать, там, улучшать свое здоровье. Тихуана – лучший город на земле, да, город по братьям, да, и так далее, да. И вот, собственно, с английским языком произошла та же самая история. Людей очень много сейчас хочет уехать, изучать английский язык, улучшать его, как можно быстрее это делать. То есть люди готовы, там, садиться, грубо говоря, в самолет, лететь на интервью. Ну, у нас там обычно сейчас не меньше, там, двух недель занимает процесс подготовки. Можно, да, то есть вот, вот, раз мы так вот к интервью перешли. Ходит же вот эта вот, вот эта фраза, да, в этих интернетах, в ваших, ютубах, да, ходит, что да сейчас вообще визы не дают, там, туристические визы не дают и так далее. То есть интервью, какое интервью, куда ты, там, в Куала-Лумпур полетишь, то есть вот как это вообще выглядит, то есть все-таки дают ли студенческие визы тогда, скажи, и где это интервью, то есть в Джакар, там, я не знаю, в Джиду, куда нужно вообще ехать. Это вот мне очень напоминает то же, что я абсолютно прошел, только я самостоятельно это сделал, а сейчас ребята, слава богу, имеют возможность более упрощенно это все пройти, когда знают, что нужно делать. То есть мы вот прям подсказываем, мы говорим, там, вот это, вот это, там, вот вам руководство и так далее. Соответственно, это абсолютно сейчас возможно, и слава богу, пока такая возможность есть. Сколько это все, вся эта история продлится? Надеюсь, что вечность. Что касается того, что война... Ну, в России визовые центры, в России все закрыто, все закрыто. Без вариантов. Да, началась потом война, потом началась мобилизация, люди начали разъезжаться, и у людей пришло осознание, что ага, я уже и так выезжаю, мне нужны загранники, потому что до этого некоторые люди, кто приходили, обращались, они говорят, так вот, у меня внутренний паспорт, мне же, там, дадут визу, я же смогу получить визу. Ну, то есть, это, знаешь, как бы, вначале я реально не понимал, а потом я понял, что люди, ну, не было необходимости просто в этом. И люди сидят и действительно все это воспринимают, все понимают, зачем мне, там, этот загранпаспорт и так далее. И после того, как началась мобилизация, люди резко вспомнили про загранпаспорта и начали выезжать за пределы России, кто куда абсолютно. И после этого начали задумываться, ага, есть большая вероятность того, возможно, там, у кого-то такие, по крайней мере, мысли были, что карьерный путь придется, там, перестраивать, какие-то изменения в жизни вносить. Ну, они элементарно выехали за границу, там, все говорят по-английски, они не говорят по-английски, что им делать? Учить английский язык. Так, помимо того, что, знаешь, в последнее время, там, одиночки, ребята там поуезжали и все окей, но помимо этого еще и семьи, то есть очень большое количество семей решили кардинально менять свою жизнь. И таким образом люди начали осознавать, что мы хотим ехать в Америку, мы хотим учить английский или улучшать английский язык, мы хотим это делать прямо сейчас. И я говорю, слава богу, что такая возможность есть, потому что людям, там, достаточно, если мы говорим про граждан России, например, людям достаточно либо получить шенген-визу и поехать в Европу, либо у многих, кстати, тоже, знаешь, крайности, то есть у одних там и шенген есть, и все, вторые вообще не знают, что такое загранник. И где-то есть тоже люди, которые, знаешь, по центру там примерно находятся, то есть делают вот эти первые шаги. Загранники шенгена нет. Да, 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 и вот это вот, да, вот это вот прям движуха начинается. Поэтому те, у кого есть возможность поехать в Европу, едут, подаются в Европу. Те, у кого возможности податься в Европу нету. Есть классные страны, например, Сербия. Там, кстати, тоже буквально месяца полтора назад поменялась, например, дипмиссия. Мы это тоже факт отслеживаем. И за счет этого выдача, статистика выдачи виз пошла вот прям вот так вот вверх. И поэтому еще примерно дипмиссия это месяца полтора-два пробудет, поэтому ребята, например, подаются там. Есть также замечательная страна Босния и Герцеговина. Туда тоже шенген, например, не нужен, туда виза не нужна. Без визовый въезд люди могут подаваться. Есть, конечно, Казахстан, о котором слышали многие. Но Казахстан это прям вообще дно. И да, да, то есть у них там прям все скатываться, да, все скатываться очень серьезно начало. То есть еще там до начала войны какие-то там действия были. После начала войны еще было окей, вытягивали. Но потом вообще просто какая-то черная полоса началась. Слушай, такой вопрос, мне теперь сразу сейчас просто возник в голове. Вот, ну, у тебя база клиентов, да, ты работаешь там. Где больше всего все-таки подается? Европа, Европа. Где-то в Европе конкретно или вообще в целом по-другому разуму? Европа, это Испания. Вот, например, сегодня три человека получили визы в Испанию. Испания. Испания, да. Соответственно, Германия. Германия. Тоже неплохая локация. Но одно время там вот буквально были отказы формата. Там, привет, как ваши дела? Куда едете? Зачем едете? Вы ситуацию понимаете? Извините. Германия. То есть оказалось бы, там она далеко находится. Такое имело место тоже быть. А потом, потом началась вот это вот, знаешь, тоже опять депмиссия поменялась. Мы эти вещи отслеживаем. И все стало идеально. Вот про депмиссию, это вторая часть вопроса была. Вот по тем отзывам, которые ты получаешь, нет никакой там дискриминации вот такой прям повальной или каких-то там дополнительных проверок вопросов, знаешь. Ну вот когда придираются, типа, ага, ты из России, страна агрессор. Ну-ка, доставай балалайку и мы сейчас с тобой побринчим тут, так сказать, за жизнь да за политику. Бывает такое? Я тебе честно хочу сказать, что когда началась война, у всех шоковое просто состояние. И вот на примере Германии такие вещи были. То есть это были, знаешь, вот такие вот эти косые взгляды. А не часто это встречалось. То есть не часто это было. Но это вот, знаешь, я сравниваю это, например, это вещи несравнимые. Но ковид, шок. Люди не знают, что делать, какая-то новая болезнь. И все ж тогда, помнишь, не все разбегаются. Все умру, конечно. Да, да, да. И здесь то же самое. Это шок. Первая реакция. Сосед напал на соседа, брат напал на брата. И вот эта вся история, она всех просто начала людей, естественно, там в это вот состояние шока вергать. И такое имело место быть. Но потом время шло. И месяца полтора, наверное, назад в начале Европа, ну, главенствующие страны в Европе, типа Франции, Германии, начали заявлять о том, что, ребят, мы вводим санкции все-таки против вот этой верхушки. Мы не против людей простых. Проходит дня два, Америка подтягивается и говорят, ребят, мы разделяем, вот граждане простые люди, мы всегда за простых людей. Но есть вот эта верхушка, и мы там будем с ней разбираться методами санкций и так далее. И сразу после вот этих заявлений, выдача виз, как будто бы, я не знаю, как будто бы вот прям открыли какой-то клапан. Ну, то есть, получили они свои новые методички из Германии, поняли, как им, значит, работать, и ситуация исправилась. Я понял, как это работает, в принципе, вы все знаете, собственно. Сейчас я тоже перелистнул, что у нас там написано, да, в нашей методичке. Да, это вот, я знаю, что эти все методички, все эти истории отношу, то, что ты мне там рассказывал про рептилоидов, что ты там рассказывал про человечек, да, там, вот эти вот все вещи, которые... Да, нет, ну, это, конечно, бред, да, это бред. Тем не менее, но, опять же, что здесь стоит понимать, что с туристическими, например, визами... Нет, они... Ну, получают люди, даже у нас ребята есть, которые получали визы, но это, это разовые какие-то истории. Это исключение, да? Да, да, то есть, даже те бывало ребята, кто, у кого откатанная классная визовая история, те, кто вообще без проблем, казалось, должно визы получать, им говорят, не, извините. Ну, я с вами, конечно, все это смотрю с позиции того, что вот, опять же, был вот этот шок, были все эти вещи. Сейчас чуть-чуть полегче стало, но это прям реально чуть-чуть, то есть вот со студенческими визами, я еще тоже это связываю в первую очередь с тем, что администрация, администрация Байдена дала тогда команду, что мы прощаем вот эти кредиты на 400 с чем-то миллионов долларов, они простили студентам кредитов, и сейчас у них в рамках ребят, кто едет и сами будут платить за свою учебу, те, кто будут тратить здесь деньги, кто будут покупать там еду и так далее, кто едет с деньгами, а студенты языковых курсов, это люди, которые едут с деньгами. Ну да, квартиру снять, жить, кушать. Да, платить за учебу там и так далее, и вот эта вся история может быть тоже. Вот такой вопрос, а сколько это стоит удовольствие, то есть это как Гарвард, там значит это надо заплатить 250 тысяч долларов, там отсечь руку, ногу и все остальное. Сколько стоит учиться в Америке вообще, и как долго вот это вот, то есть как долго надо учиться? Ну я имею в виду, что вот этот минимальный срок обучения, какой он, то есть когда вот подаешь на визу, сколько ты пишешь там, две недели в Америке или там полгода в Америке, как это все вообще? Здесь как бы я бы делил на два. Первое, что стоит понимать, учеба, ну в нашем, например, конкретном случае, мы вывели и поняли, что там от двух до четырех месяцев это лучший промежуток времени для обучения, для того, чтобы разогнать свой английский язык. Поэтому мы указываем этот промежуток времени, то есть ребята у нас понимают, что за этот промежуток времени они смогут подтянуть английский язык. Значит, когда люди идут на интервью, визу они получают, граждане России, давай так будем говорить, граждане России, они в любом случае визу получают на один год. Например, граждане Украины на три года, граждане Казахстана 5-10 лет, Беларусь один год. В общем, здесь все зависит от паспорта, вне зависимости от того, на какой промежуток времени ты запрашиваешь обучение. Если учиться в университете где-то там программы по три, по пять лет, все равно тебе визу на один год. А потом ты будешь продлевать? Да, ты просто должен будешь там выехать, сходить в посольство и получить визу и вернуться обратно в Америку. Внутри Америки? Вот. И здесь вторая есть, скажем так, часть. Ты приехал сюда, у тебя годовая виза, три месяца ты отучился и понял, не хватило английского языка. Либо здесь какие-то появились. Ду, все еще ду. Да, именно. То есть, именно ду понимаю, но I am надо развивать. Да, что-то где-то надо улучшить. Здесь тоже стоит понимать, например, бывает, ребята приезжают. У меня многие студенты, кто застал вот этот момент, что я приехал сюда, война, что делать? Я же не вернусь обратно, у меня же там все сразу, понятное дело. И это касается не только там ребят, знаешь, там Россию мы говорим, это ребята из Украины в том числе. То есть, это всех коснулось. Нельзя говорить, что там одних кого-то. Соответственно, люди понимают, у меня есть основания для того, чтобы здесь, может быть, меня защитили. Здесь каким-то образом мне оказали вот эту защиту. И, ну, это уже больше такая, знаешь, иммиграционная тема. Но сам факт того, что есть любые, по сути, если есть любые основания для того, чтобы просто здесь поменять статус студенческий на иммиграционный, ими можно пользоваться. В этом нет никакой абсолютно, в этом нет запрета никакого. Например, как я, я пошел по вот этой визе талантов. Там ребята, если они видят для себя какие-то здесь возможности, они могут открывать здесь компании, которые могут функционировать совершенно легально, и в этом не будет никаких нарушений. Соответственно, люди могут получать визы других абсолютно типов. Как мы уже затронули немножко, что люди, если видят опасность какую-то, они также могут получать политическое убежище, если есть на это основание. То есть в этом нет абсолютно никаких ограничений. Но, например, заканчивается годовая виза. И не всем времени достаточно, там, год для того, чтобы решить какие-то свои вопросы или понять для себя что-то. И просто продлевая учебу, вот как, например, у меня, я визу получил в феврале 21-го, уже сегодня у нас, там, конец октября 22-го. И я просто продлеваю учебу и продолжаю находиться в Америке. То есть я продолжаю быть студентом. У меня продолжаются классы, я их посещаю. Ну, кстати, сейчас у меня каникулы как раз. Каждые 8 месяцев, 2 месяца каникулы. Студент на каникулах. Да, да, типа того. И я, как бы, сейчас, получается, отдыхаю, набираю сил, кайфую. И это действительно круто, знаешь, когда люди, как вот я смотрю, те, кто хочет ехать в Мексику отдыхать. Я, когда мы с тобой тогда сидели, и когда потом смотришь истории ребят, и у тебя на канале в том числе, когда люди делятся, там, знаешь, люди улыбаются где-то. Ну, а мне кажется просто, ты это, знаешь, ты весельчак такой. Ну, мне кажется, некоторые люди, которые там, вот парень у тебя там, да, он там рассказывает что-то. И мне кажется, он улыбается, а у него вот тут вот начнет просто сейчас дергаться, потому что, бедолага, ну, пройти такое... Ну, да, конечно, конечно, конечно. И то, что сейчас, там, знаешь, видишь где-то, как люди проходят, это вообще жесть. Жесть. Сколько стоит само обучение? Вот вернусь еще к этому вопросу. В принципе, если говорить, например, про школу в Нью-Йорке, где я учусь, это 2000 долларов. Школы в среднем, у них стоимость обучения от, там, тысячи, наверное, 800, это такое, наверное, минимум, чтобы школа была хорошая. В какой срок это? В месяц? Три месяца. То есть, 2000 долларов за три месяца учебы? Да, да, да. Соответственно, есть, там, наверное, от 1800 до, ну, там, прям космос. Ну, это дешевле, чем аренда, там, знаешь, там, да, то есть, за три месяца учебы ты платишь, как за один месяц квартиры. Да, да. Это, да, это показаться может, знаешь, нифига себе. А потом, как бы, здесь, к этим ценам начинаешь очень быстро привыкать. Нормально. Да, и поэтому, да, ты платишь просто за учебу, продолжаешь учиться, и все, и получаешь здесь огромное просто удовольствие. Ну, и плюс, понятное дело, что это такой, знаешь, как очень большой плюс, что ты приходишь в банк, открываешь ногой, опять же, специфика такая, да, что именно вот кредитные карты, чтобы прийти в банк и открыть ногой дверь, это Bank of America, русскоязычные ребята. Да. Где бы ты по Америке там не катался, ну, может быть, еще в LA, где-то вот в тех краях. Сакраменто. Можно, да, да, может, там, знаешь, свои тоже есть ребята, но обычно все говорят, что как-то нет. А в Нью-Йорке ты заходишь, тебе по-русски, привет, как дела? Кредитку дорогой, все сделаем. Да, да, все. И поэтому, да, поэтому ребята, как бы, знаешь, тут делают все очень классно. И по студенческой визе у тебя все документы на руках, у тебя все классно. Ты можешь прийти, открыть кредитную карточку, ты можешь сделать бесплатную медстраховку. Для студентов эта опция абсолютно доступна. И там не будет такого, что ты приехал, ты там, значит, был нищебродом, там, и так далее. Студенческий статус он подразумевает, что ты человек, который не имеет зарплаты, который нуждается, если вдруг что, там, какая-то помощь, может, ему необходимо быть вот эта помощь в том числе и от государства. В связи с медицином, да. Да. И опять же то, о чем мы говорим, все равно здесь все за все платят. И ты, как студент, платишь, и, как бы, государство тебе, ну, не то, что кэшбэк дает, да. Я бы не рекомендовал злоупотреблять этой страховкой, потому что я за все время, я только вакцину мне поставили по страховке этой. И то, как бы, я не хотел этого, но там афроамериканка, она говорит, она ничего не говорила, она просто, карточку оформляю, на, все. То есть там вообще разговоров не было, понимаешь. Я говорю, я хочу кэшем заплатить. Она такая. Поэтому я бы этим не злоупотреблял, но, да, возможности студенческая виза дает такие же, не такие же, возможности студенческая виза дает хорошие, потому что все документы есть на руках. Круто, круто. Ну, я обязательно дам все ссылки в описании. Я думаю, что это достаточное количество вопросов, на которые мы можем сейчас ответить в рамках этой записи. Все ссылки будут там. Пишите Павлу, пишите в личку, пишите вот сюда, вот добавлю на монтаже. Задавайте свои вопросы, ну и уже, я думаю, что ты ответишь людям. Да, без проблем. Подробно, да, по всем вопросам. Если, да, ребят, будет необходимость приехать, изучать английский язык, сделать это в очень сжатые сроки, но, как я сказал, минимум это две недели закладываем, чтобы хорошо подготовиться, то без проблем обращайтесь, пишите, я все время на связи. Слушай, ну, удачно я к тебе, конечно, зашел, может, пойдем посидим там, поэтому... Все, да, хватит, хватит этих ютубов ваших и всего остального, вырубаемся и пойдем отдыхать. Субтитры сделал DimaTorzok